Всем привет! Сегодня у нас суббота. Так как на этой неделе понедельник был выходным днём, в субботу мы его отрабатываем и идём в школу. Так что посмотрим, как проходит мой сегодняшний день. Сейчас я оформляю конспект белорусскому. Давно его не оформляла. Так вот у меня получается. Очень красиво. Ещё вот я оформила такой вот параграф. Так это всё выглядит вот так. Вот. Это пока всё, потом ещё оформляем. Ещё сегодня у нас будет сладкий стол после уроков. Уроки у нас, кстати, сегодня сокращенные. Идём в школу не на 2 часа, как обычно, а на 12.00. И потом у нас 6 уроков по 30 минут каждый. И у нас будет сладкий стол. Поэтому на сладкий стол я беру шоколадку. Ну и себе попить сок. Вот. Собирать рюкзак. С момента, как я собирала рюкзак, пришло уже очень много времени. Я уже успела заходить в школу, прийти со школы домой и даже сделать два урока. Я сейчас просто посмотрела свой дневник, когда делала домашку, и поняла, что, в принципе, на следующую неделю делать не такой же много. Белорусский математику я уже сделала. Вот. Мне осталась только русская литература на понедельник, но я пока не могу сделать, потому что там нам давали листочки с вопросами. Их решила сфоткать одна девочка и отправить нам потом. Она еще не отправила, поэтому пока я не могу это все сделать. И сейчас решила вам показать уже какая была домашка по математике, какая была домашка по белорусскому. Показать мой конспект по белорусскому и новое оформление. Кстати, вот эти вот стикеры здесь неспроста, но это попозже немного объясню, почему здесь они. По математике мы делали что-то вот такое, это было очень интересно. Ну, а вот это вот моя домашняя работа. Вот. Я хочу немножко рассказать про то, что мы делали в школе. Мы чертили координатную плоскость и по заданным координатам всех вот этих вот точек рисовали животных. У меня, мне надо было написать белку и верблюда. Вот. По белорусскому языку моя домашка выглядит вот так. Теперь объясню, что же это за стикеры. Мы в этом году уже проходили назов... Так, как по-русски? Назовник. Существительное. Мы проходили существительное, я как бы в начале нашего прохождения существительного вклеила стикер, написала существительное, только на белорусском. потом... Ну, это как разделители между большими темами. Вот. Первое существительное, потом прилагательное. И вот сейчас будет белорусский лечебник, а по-русски числительное. Вот. По новому оформлению у меня здесь... все это дело выглядит вот таким вот образом. вот здесь вот я поняла, что вот я могу в принципе не записывать этот огромный параграф, потому что у меня здесь вот есть памятка, которую нам давала наша учительница, но я ему уже говорила про эту памятку. Вот. Вот. Поэтому я, так как уже начала писать, то начала писать, а дальше вот так вот карандашиком написала, что надо посмотреть памятку, чтобы вспомнить параграф. Вот. Вот. Это все. Продолжу делать конспект завтра, ну или, может быть, еще сегодня буду делать. Не знаю. Посмотрю. Посмотрю. Я наведу порядок на своем рабочем столе и все. И пойду рисовать. Мой стол сейчас выглядит вот таким вот образом. И вот так вот мой стол выглядит после уборки. Ребята, и сегодня будет влог. Начинается он с того, что я вышла на прогулку с панибордом и сейчас вот жду Машу. Мы будем кататься, она на самокате и я на паниборде. Вот. Мы уже давно пришли с улицы и сейчас я делаю карточки на, чтобы изучать, я сейчас делаю карточки, чтобы изучать английские слова. Вот у меня карточки, вот такие карточки я уже сделала. И вот тут еще в процессе вот такую вот малочку. Я начала делать вот эти вот карточки. Пришло уже довольно-таки много времени. Что я успела за это время сделать? Ну, во-первых, я меняла коробочку, нашла более подходящую для всего этого. Сверху вот так стикеры приклеила. Во-вторых, ну, у меня уже вот столько этих карточек. И еще это не все, кстати, это еще не все. Вот. Здесь в крышке от этой коробки у меня лежат тоже эти карточки, но которые я еще не успела обклеить скотчем, то есть заламинировать просто сделанные карточки, но не заламинированные. Буду уже завтра их до конца ламинировать. Это мой словарь с английскими словами. Здесь вот три закладки неспроста. Первая закладка – это как раз-таки слова английские. Вторая закладка. Здесь я использую как черновик на английском. Всякие задания, когда мы делаем их в учебнике. Мне... Я не могу их делать в учебнике. Нужно вставлять какие-то слова карандашиком. Учебники у меня в планшете у меня там ничего не получается вставлять, поэтому я вот так вот отдельно на листик все это делаю. Вот. И третья закладка. Здесь у меня как бы какие-то правила, неправильные глаголы. Вот, правила там всякие. И в print... И вот здесь еще есть оранжевая закладка. Эта закладка обозначает, где я остановилась. На тех словах, которые я уже написала. Написала я еще не очень много. Ну, вот, как вы можете видеть, да. А мне еще... Вот столько писать надо. Так что... Тут еще немало. Вот. Еще за это время я успела сделать вот такую вот фотографию. Вот. Еще сегодня я учила своего дедушку рисовать. И в своем скетчбуке тоже рисовала какие-то... показывала, как рисовать. Эм... Здесь я рисовала губы, учила дедушку. Глаз. Очень классно у меня получился. А у деда не очень. Эм... Нос у меня очень классный. Мне прям очень нравится этот нос, как получился. И еще вот такие вот пончики я нарисовала. Ну, это просто я нарисовала. Сейчас я пойду спать. Вот. На этом мой влог заканчивается. Мой двухдневный влог заканчивается. Всем пока и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok